Всем привет, вы на канале CryptoCommons, на самом позитивнейшем криптоканале, поэтому не забудьте поставить лайк и подписаться на него, если вы еще этого не сделали. Итак, сутки назад у нас был прямой эфириум, тема которого называлась «Сбрасываем плечи, забираем профит, знак вопроса». Всем спасибо, кстати, кто принял участие, посмотрел его, было достаточно душевно. И после этого я видел комментарии в стиле «Гринни, да ты чё, как можно сбрасывать плечи внизу на лоях и загружаться на хаях, ты типа всё неправильно торгуешь». Ребята, во-первых, это был знак вопроса, и мы с вами вместе обсуждали. Во-вторых, речь идет о разном уровне риска, о разных плечах, о разной стратегии торговли. Если вы взяли здесь второе плечо, здесь или даже здесь, конечно, без вопроса, если вы, конечно, верите в то, что биткоин будет расти, не надо ничего сбрасывать. Но если вы взяли, извините меня, двадцатое плечо здесь, и нет, именно не здесь, а именно вот здесь, то это огромная разница, потому что если мы с вами приблизимся на 30-ти минутке, мы видим, что биткоин начал падать. И забрать часть прибыли из этой сделки, скажем, если вы вошли здесь, часть прибыли спекулятивно разгрузиться вот здесь, было бы достаточно неглупо с целью перезайти потом опять снова где-то пониже. Вы, конечно, таким образом сместите точку входа свою среднюю куда-то выше, чем она у вас была, но, тем не менее, вы можете забрать все это движение несколько раз. Допустим, посмотрите, вот здесь вы зашли в лонг, здесь вы частично вышли, здесь вы снова догрузились, здесь вы снова частично вышли, здесь вы снова догрузились. У вас средняя цена все равно внизу, но вы забрали это движение три раза. Understand? И сейчас, по ходу, может быть такой четвертый раз. Естественно, у этого всего есть риск того, что не будет жесткой коррекции, мы просто сразу возьмем и сделаем вот так. В таком случае вы должны быть частично в позиции, обязательно. Обязательно не разгружайте ее полностью. Посмотрите, Candle Wave, платформа наших друзей BlaBlaCrypto, ссылка на которую, кстати, есть в описании, по ней вы получите 15% скидку на эту платформу. На четырехчасовом таймфрейме Candle Wave отсигналил на продажу. Ровно вот здесь, кстати. И это не значит, что будет очень глубокая коррекция. Посмотрите, вот здесь тоже у нас был такой сигнал на продажу. И вот здесь была глубокая коррекция. Здесь был вообще тренд нисходящий. То есть это пока ничего точно нам не говорит, за исключением того, что какая-то, хоть какая-то, но коррекция сейчас происходит. При этом, если мы посмотрим на дневку, то там загорелся, на мой взгляд, более важный сигнал на покупку. Вот он, как вы можете видеть. Сигнал на покупку на дневке загорается очень редко. Прошлый такой сигнал отработал, скажем так себе, не очень. Отработал, практически не отработал. То есть сейчас есть все же риск, что это будет такой же ложный сигнал. Загорится селл на дневке, и вот тогда-то, да, действительно, мы уйдем щупать новые лаи. Но чем чаще мы оказываем ложный сигнал, тем наиболее вероятно, что следующий будет уже настоящий. То есть, смотрите, у нас был вот здесь вот селл, шикарный сигнал. С 46 тысяч мы падали до 28. Потом ложная покупка. И снова на 30 селл. И сейчас вот у нас загорелся бай на 19 тысячах с чем-то. Плюс у нас тут огромный, шикарнейший вообще кластер объемов происходит прямо сейчас, прямо здесь. Поэтому, не знаю, ребята, я пока еще доверяю старшему таймфрейму, доверяю этому дневному сигналу. Я все еще, как всегда вам и говорил, считаю, что мы глубочайшим образом перепроданы по биткоину. Вот на 4-х часовике это видно. Да, мы немножко вышли в локальную перегретость, но я считаю, что мы даже здесь, ребята, были очень сильно перепроданы. Соответственно, я думаю, что мы вернемся к этому блоку как минимум, а потом, скорее всего, пойдем еще выше. Потому что в целом все это падение, ну вот, оно еще не было закрыто даже на часть. Если мы просто ради эксперимента накинем сетку Fibonacci от самого верха до самого низа, куда мы упали, то мы видим, что мы еще не дошли вообще даже ни до какого уровня коррекции. 0.23 уровень коррекции это будет как раз уровень 30 тысяч по битку, ну где-то 29 тысяч. 0.38 уровень это 37 тысяч по битку, статистически вероятный тоже. 0.5 уровень тоже достаточно вероятный, это 43 тысячи по битку. Ну, как сейчас это уже не кажется нереальным, но это недавно была еще у нас, цена в тех регионах тусовалась. И 61 уровень, конечно же, это золотой карман, это 49 тысяч долларов по битку. Это все еще уровень, в который мы можем коррекционно отпрыгнуть, даже если продолжится медвежий тренд, ребята, чтобы вы понимали. Поэтому по битку мы, в принципе, все еще вообще никуда не выросли. Разумеется, мы, конечно же, можем упасть еще ниже, тогда это Fibonacci отменится, как было вот здесь, вот здесь и вот здесь. Это все надо тоже понимать. Теперь давайте, что там криптотвиттер говорит. Криптотвиттер говорит, на самом деле, очень интересные вещи. Смотрите, сейчас, как отметил MacroCharts, рекордное количество шартов по хедж-фондам и по управляющим активами. То есть взяли все крупные хедж-фонды, их позиции и начертили на графике, собственно, это наглядно. И мы сейчас видим, что сейчас рекордное количество шартов у крупных хедж-фондов по S&P и по фондовому рынку. Как вы можете видеть, такие рекордные шарты обычно у нас происходят на дне рынков. Вот они зелеными точками отмечены. Потому что, как мы с вами знаем, тупые деньги и хомяки не только среди розничных инвесторов встречаются, но также и среди крупных, так скажем, хедж-фондов, игроков, китов и прочих всяких долбозавров. Поэтому смотрите, сейчас, походу, очень сильный шорт-сквиз назревает. Это как минимум. Вот, ну и как отметили Altcoin Daily, ребята, адаптация крипта против адаптации интернета в 90-е. Вот наглядно на графике абсолютно просто тютелька в тютельку идем. И все те, кто говорят, да какой там сравнивать интернет с биткоином, ну я не знаю, люди, это вы либо просто боты какие-то биржевые, которые засаживают в шарты, либо вы просто реально не понимаете, что происходит в мире. Раньше тоже люди на лошадях ездили и при свечах книжки читали. Но мир-то идет вперед, адаптация и про интернет также говорили, и про e-mail в 95-м году, и про компьютеры, извините меня, эти Windows 95 говорили, да чего это все скам, книжки надо читать. Вот сейчас то же самое происходит, все говорят, это все скам, доллары надо бумажные хранить под подушкой, типа это крипта ваша, это пузырь. А на самом-то деле мы видим, что массовое принятие идет, и понятно, что не все эти сотни тысяч криптовалют, которые являются скамом, но биткоин и еще несколько криптовалют выживут, потому что блокчейн битка – это самый вообще честный распределенный реестр, позволяющий хранить самому, отправлять в любую точку мира сколько угодно ценностей. И никто вам не может это ни запретить, ни препятствовать, ни украсть, ни конфисковать, если вы все правильно делаете и храните на холодном кошельке, и никому не сообщайте свои приватные ключи и сид-фразы, ребята. Это очень важно, потому что храня на бирже свои биткоины, вы должны помнить, что это не ваши биткоины. Это как хранение денег в банке. И помните, друзья мои, что какая бы глубокая коррекция на рынке ни была, но в долгую медведи всегда проигрывают эту схватку быкам, как вы можете видеть из глобального графика. В долгую мы имеем дело с растущими, развивающимися рынками, причем не только по крипте, но и по фонде, и по драгметаллам, и по всему тому, что имеет хоть какую-то ценность в сравнении с фиатными валютами. Фантиками и мусором, который не имеет никакую ценность в долгосроке, который падает просто от года к году, инфляция сжирает всю ценность у вас прямо из кармана или с вашего банковского счета. Поэтому то, что активы растут, такие как биткоин, это не их заслуга, ребята, а это просто реальный хедж от инфляции. И надо это понимать. Поэтому старайтесь, ребятушки, накапливать больше биткоина, больше тех криптовалют, в которые вы верите, и будет вам профит. Поймите уже это наконец. По TRDR.io мы видим абсолютно нейтральную картину. Посмотрите, здесь в стакане немного преобладает лимитный покупатель. В агрегации стаканов это со всех биржей. Bitfinex, Binance, FTX, Huobi, Poloniex. Короче говоря, 50-50. И мы это же и видим на графике, как цена медленно ползет, потом немного корректируется и снова ползет. И вот этот вот объем, который был на Binance вчера, аномальный объем, это связано с тем, что на Binance ввели нулевые комиссии на какое-то время. Соответственно, боты сами у себя покупают, продают и очень этому радуются, по всей видимости, если боты, конечно, умеют радоваться. В общем, все это похоже на плавный-плавный рост, ребята, который еще не закончен, который только-только разминается к тому, чтобы нарисовать конкретнейшую палку вверх, которая, ну, блин, еще с 30 тысяч напрашивалась по-хорошему. Так что держитесь, держитесь, кто в лонгах, еще мы ничего не видели, на мой взгляд. Вот. Ну, а я что? Я продолжаю держать пока что свои лонги на Байбите, торгуя в турнире WSOT. Частично разгрузил. Мог, конечно, разгрузить побольше, честно вам скажу, но не знал наверняка, что будет эта коррекция. И все еще думаю, что эта коррекция всего лишь, всего лишь небольшая коррекция перед продолжением роста. И если попытаться, ребята, прогнозировать, докуда мы упадем, что, конечно, является делом неблагодарным, но давайте попробуем. То вот накинем Fibonacci от локального low до локального high и видим, что мы с вами уже пришли в 0.38 уровень, достаточно сильную поддержку, которая была вот здесь и сейчас, может быть, удержится. Если она не удержится, то следующая цель 0.5 уровня – это 20800 по биткоину. И, соответственно, если и она не удержится, то следующая цель – это 2400, это золотой карман по Fibonacci 2400-2500. Это, собственно, уровень предыдущего сопротивления, как вы можете видеть. Поэтому я думаю, что вот в этой вот всей вот зоне будет неглупо подбирать, если вы, конечно, верите в продолжение роста, а не падения. А если вы верите в продолжение падения, то набирайте шарты, никто вас не может от этого отговорить, даже я. И нет такой задачи у меня. Поэтому делайте, как хотите, как вам велит ваша интуиция. Ну и всем респект, кто в турнире, ребята, в нашей команде. Еще неделя продолжается состязание. Мы с вами на 81-м месте среди всех команд. Это достаточно неплохой результат. Давайте поднажмем. 50% ПНЛ. Давайте добьем его хотя бы до сотки, а то и побольше. Как повезет, конечно. Вот. Не делайте поспешных движений. Торгуйте аккуратно, с холодной головой, и будет вам профит. А у меня на этом все. Это Гринни, канал Криптокоммент. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам заходит такое. И скоро увидимся. Пока-пока.